Последние пару месяцев на перекрёстке улицы Кирова и Московского проспекта было не проехать. Из-за реконструкции трамвайного переезда тем, кто из центра ехал в сторону ХТЗ, приходилось стоять в немалой пробке. Сегодня же здесь ни одного ограничительного знака. Этот переезд уникален, говорят проектировщики. Его главная фишка – это подушка под рельсами, сделанная из голландского полимера. Влагу не пропускает в середину. То есть зимой этот переезд будет стоять очень много лет. Ничего не будет происходить. Рельс находится, не вибрирует. Он в полимер гасит шум и вибрацию. То, что новый переезд лучше не только для водителей, говорят и жильцы ближайших домов. Раньше они просыпались с первыми трамваями. Теперь шума от электрического транспорта практически не слышно. Я нахожусь на первом этаже. И, конечно, у меня эти рельсы постоянно доставали. То сейчас, конечно, тише намного. Мне просто, я даже от полчетвертого всегда с трамваей начинаю двигаться. И я замечаю, что сейчас намного тише. Переезд европейского образца обошелся в 7,5 миллионов гривен. Правда, строить его подрядчику пришлось за свой счет. Большую часть денег должны заплатить из госбюджета. Но когда официальный Киев рассчитается, пока неизвестно. Мы получили только 30 миллионов на дороге из обещанных 500. Я думаю, что данные вопросы будут подниматься в те регионы, которые не освоили средства. Может, из этих средств будут перенаправлены деньги на подготовку городов к Евро-2012. Власть имущие уже решили. По польской технологии в следующем году отремонтируют еще два переезда. На перекрестках Московского проспекта и улицы Академика Павлова, а также проспектов Правды и Ленина. Владимир Куриной, Павел Кубраков, Медиагруппа Объектив.